Четыре районных управления Всероссийского общества инвалидов работают на курорте не один десяток лет. В их состав входит около 8 тысяч человек, которые ведут активный образ жизни и обладают массой талантов. Адлерское управление было образовано 26 лет назад. С тех пор многое изменилось. Но отношение друг к другу, чувство поддержки, желание сделать свою жизнь ярче, самореализоваться и просто зарядиться положительными эмоциями всегда остается. В этом кабинете председатели первичных организаций правления и их помощники ежедневно проводят собрания, на которых обсуждают актуальные вопросы и проведение мероприятий. Встречи всегда завершаются в уютной обстановке за чашкой чая. Мы занимаемся в основном организацией досуга наших инвалидов и ветеранов. Ну иногда, если получается, помогаем где-то трудоустроиться, еще что-то такое. Но в основном, конечно, досуг. Мы посещаем концертные программы, хоккей, фигурное катание, сами выезжаем на природу. Ну, всевозможные, проводим там банкеты и так далее и тому подобное. Накануне всех представителей управления поздравили с праздником и вручили подарки. Сегодня 250 человек отправились на хоккейный матч. За игрой сочинской команды они поболеют еще и 5-го числа. Потом будут готовиться к новогодним праздникам. Выглядеть на всех мероприятиях красиво. Каждому помогает Геннадий Горохов. Мастером универсала в парикмахерское общество, инвалид второй группы по зрению работает уже полгода. Но общий стаж профессионала составляет 45 лет. Я участвовал и в показательных в Сочи, и с Юрием Мироновичем Аграба тоже участвовал в конкурсе в Адлере на севере Магаданской области. Мое первое место там было. Мне приятно. Просто тут общение такое, понимаете, очень положительное и позитивное. Полностью со своими клиентами. Парикмахерское в Адлерском управлении Всероссийского общества инвалидов появилось 15 лет назад. Салон предоставил три рабочих места для людей с физическими ограничениями. Для представителей общества услуга парикмахера стоит всего 150 рублей. Скидки делают и другим нуждающимся посетителям. Татьяна Нагорская, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.